эх жизнь моя жестянка вот это самая я не думал что прямом эфире всем привет всем доброе утро дорогие друзья кто у нас сейчас прямом эфире есть кто-то что-то никого лилия берман отлично всем привет лилия все лилия 1 бэтмен драш и будет ей счастье в божьей помощи значит мне кажется что медленный интернет но я боюсь что-то трогать чтобы не сломать но работает медленно но работает все и ринга нити нити чинка серде антох наш бессменный бессменный тоже яков шатадин все я понял тесте мы друзья не зеленый а вы подписаны на страницу нужно быть еще подписанным на страницу обязательно в аикра и делиться этой странице с друзьями и возможно даже авраам колотов шалом все значит мы начинаем начинаем из 60 уже 1 62 урок алекс поделка все начинаем урок значит мы заканчиваем сегодня девятую главу остановились мы на том что в есть есть грешники четырех категорий есть четыре категории грешников грешники первая категория 2 3 4 и а значит что это за категория давайте вспомним есть наивные грешники которые ничего не знают они просто не ну не знают как работает мир такие наивные люди и им нужно объяснять то есть им спокойно можно объяснять и они возможно если они узнают то они очень спокойно перейдут на на божественную операционную систему и начнут воспринимать себя как божественную душу и чеку которого по образу подобию блога мир начнет воспринимать как творение бога добро как добро зло как зло то есть они как бы перейдут на операционную систему тора 5778 в этом году теперь а есть вторая категория грешников называется ксиль ксиль это грешник второй категории который знает уже про тору но у него настолько сильно его вожделение что он что он грешит он грешит есть грешники второй категории которые мучаются от того что они грешат есть грешники которые второй категории они смирились с тем что они грешат они как бы ну так она говорят они как-то живем бог смилуется надеяться бог добрый и тут кстати тоже между ними есть разница есть те которые они знают что они грешат но они надеются что бог добрый а есть которые знают что они грешат и я им страшно и они уже как бы себя казнят теперь те Те, которые надеются, что Бог добрый, то они в этом мире, они выигрывают. То есть, как бы, они спокойнее живут, но, возможно, потом он их и накажет. То есть, он добрый, но, возможно, его доброта и выражается как раз в этом наказании. А те, которые думают, что Бог их накажет и ждут этого, боятся, то они уже страдают. И, возможно, они этим страданием, они снимают с себя часть наказания, которая есть. Но это, как уже тонкости суда, никто не знает. Никто не знает тонкостей суда, потому что в перте вот написано, неизвестно нам ни почему, бывает, страдают праведники, ни почему злодеи процветают, нам неизвестно. Это не может человек понять. То есть, там настолько тонкости, когда как-то я спросил одного религиозного еврея, говорю, а вот там какой-то есть очень богатый человек, миллиардер, и почему ему так прет? Вот ему прет, ну, везет ему, ну, нереально везет. А он говорит, говорит, я думаю, что он обналичивает сейчас заслуги предков. То есть, мы же не знаем, как его предки, что они там успели сделать хорошего и так далее. То есть, это очень многовекторная система, в которой на каждую ситуацию влияет множество разных законов. Теперь, грешники, третья категория, это стептики, насмешники, цинити и прочие. Они во всем сомневаются, они сомневаются в Торе, они сомневаются не в Торе, они над всем насмехаются, им вся, как бы, им все смешно. И это уже грешник, который, к нему тяжело достучаться, то есть, ты не можешь к нему достучаться, он все равно все высмеивает. И есть четвертая категория грешников, это злодеи, которые, он атакующий грешник, он воюет против Торы, то есть, это такие люди зла, люди со стороны зла. Значит, все, это мы выучили. Теперь есть, написано, что женщина, она, ну, речь идет о том, что Бог вначале создал мужчину, потом женщина помощник против него. Женщина в этом мире, она выступает катализатором и дополняющим элементом, который, который он, бывает, что он мужчину ведет в хорошем направлении, бывает, что ведет в плохом направлении, но чаще в плохом. Написано, это было мнение царя Соломона, написано, что Бог создал человека прямым, а Эмма, когда они стали вдвоем, начались хишбанот рабим, они начали грешить. То есть, когда был Адам решен первый человек, он был один, он не грешил. Потом появилась Хава, первая женщина, и через нее пошел змей, потом змей ее обманул, потом она заставила, прямо написано, заставила мужа своего поесть. Потом, значит, понятное дело, что он тоже согрешил, он пытался съехать, он пытался сказать, это та женщина, которую ты мне дал. Он Богу говорит, что это причина не во мне, причина в ней. А Бог говорит, секундочку, каждый отвечает за себя, она отвечает за себя, ты отвечаешь за себя, каждый отвечает за себя. Хотя, естественно, она была той, которая тебя вызвала к греху, но ты мог бы этого не делать все равно. Значит, дальше мы дошли до того, что, значит, все, у нас сейчас впереди 16-й отрывок. 16-й отрывок, интересно, я первый раз вижу такое в притчах, что 16-й отрывок полностью повторяет отрывок в этой же главе, сейчас я скажу, какой, такого не видел, 4-й. Дословно, 4-й отрывок и 16-й, они одинаковые, но, как есть в одной из глав в Торе, когда перечисляется 12 колен, они приносили одну и ту же жертву и одну и ту же, но каждый вкладывал туда разный смысл. Также здесь, в 4-м отрывке, в том месте был один смысл, а в этом месте другой смысл. Отрывок звучит так, 16-й. Кто наивный, зайдет сюда, а тот, у кого хасер лев, тот, у кого не хватает в сердце вот этого вот умения владеть собой, Веамралу сказала она ему. Значит, тот, кто наивный, он завернет к Торе, и Тора ему сразу разъяснит, все разъяснит. Это было в 4-м отрывке значение. А тот, у кого, кто не может справляться с собой, значит, тому она поможет через мусар, через страдания, научиться властвовать над собой, да, через страх. А здесь этот же отрывок уже относится к женщине. До этого говорилось про два типа женщин, которые совращают. Одна наивного, а вторая, а вторая вот этого вот, который не может с собой справиться. Так тот, кто наивный, написано, он от нее может убежать через, опять же, через Тору, через знание Торы. Он же уже предупрежден, как это работает, да. А тот, которого соблазняет, вот та, которая идет через эмоции, через вожделение, он тоже, если будет властвовать над собой, тоже Тора его спасет. То есть, здесь говорится о том, что Тора, она, знаете как, это инструкция. Вот, например, инструкция такая, Пертеевод по учению отцов, оно нам говорит о том, что, значит, например, отдались от плохого соседа и не приближайся к злодею. И не будешь отчаиваться, не будешь от расплаты. Ну, например. То есть, сказано так, что если это плохой сосед, от него надо убегать. Прямо реально убегать, потому что рано или поздно тебя зацепят. Если он злодей, то к нему нельзя присоединяться и в хорошем деле. То есть, бывает, что вот злодей, ты ему говоришь, ну ладно, мы сейчас хорошее дело от кого-то сделаем, да, я знаю, что ты злодей. Ну, Тора говорит, нет, от плохого соседа убегай, от злодея не присоединяйся. И не будешь отчаиваться от расплаты. Это Тора нас предупреждает. Дальше нам все время Тора, она ставит ограду. То есть, она говорит человеку, ты вообще человек, ну, человек слаб, он слабый, у него, он собой не управляет, он какой-то эмоционально там не уравновешенный, все. Тора говорит, не расстав так правило, чтобы ты не заходил в опасную зону. Вообще не заходи в опасную зону. Зачем тебе потом, ради чего заходить в опасную зону? То есть, теперь, значит, семнадцатый отрывок нам тоже объясняет, ну, вообще супер важный закон. Это сейчас вообще просто открытие из открытий. Значит, написано так. Маем гнувим им таку. Вода ворованная, она сладкая. Ворованная вода, она сладкая. Прям дословно. Велехом старим и нам. А, значит, хлеб, который скрытый, он вкусный, приятный. Вообще непонятно. Что за скрытый хлеб вообще? Откуда скрытый хлеб? Что за здесь булочная, да? Это самое, как ворованная вода. Вот человек читает притчи без объяснений, ему вообще непонятно. Он думает, вроде царь Соломон мудрейший из людей, а вообще что пишет, непонятно, да? А, значит, смотрите, до этого сравнивалась Тора, с чем она сравнивалась? Кто помнит? С басар, с мясом и с вином. С мясом сравнивалась Тора вот эти вот божественные аксиомы. С вином это качество, качество ума, как логика, которая потом из этих аксиом выстраивает картину мира. На базе вот этих аксиом. Это было мясо настоящее, это было вино, да? Здесь написано, что ворованный хлеб, ворованная вода сладкая, и спрятанный хлеб, скрытый хлеб, он приятный. То есть мясо и вино это круче, чем вода и хлеб. Но так Бог сделал, что должно быть равновесие в мире. То есть должна быть свобода выбора. Иначе это не честно. То есть должна быть, этот Бог, это истина. И должно быть честно. На одной чаше весов вечная жизнь, вечное удовольствие, божественная поддержка, там, любовь, счастье, успех, там, все. На другой чаше весов смерть, там, ну, вообще гниение, ну, какая-то хрень вообще такая, да? Ну, что перевесит? Ну, понятное дело, что любой человек выберет вечную жизнь, счастье, успех, любовь, конечно. А где же тут тогда свобода выбора? Тогда нет свободы выбора. Тогда Бог как сделал? Он сделал так систему, чтобы было ровненько, что Тора, служение Богу, все вот эти вот радости, все вот эти вот правильные вещи, они не выглядят приятными. Они вообще не выглядят приятными. То есть, когда ты их делаешь, да, тебе приятно. Когда ты учишь Тору, когда ты молишься, когда ты делаешь заповеди, когда ты потом получаешь, ну, главное-то награда все равно будет потом. Этот мир, это не место получения награды. Этот мир, это игра, это коридор перед получением награды. Это надо, то есть, это основа веры религиозного человека, что он знает, что у него есть следующая серия. И этот мир, это ты зарабатываешь себе. Теперь, значит, Бог сделал так, что все это не выглядит привлекательным. Следующая серия сомнительная. Этот мир, все действия, которые ведут туда, они не несут ярко окрашенную такую вот удовольствие. Нет удовольствия, животного удовольствия в этом во всем нет. Ни в этом уроке Торы, ни в вечной жизни, ни в выполнении заповедей. Животного удовольствия Бог все распределил, чтобы украсить вот это вот все гниение, смерть и ужас и все. Чтобы уравновесить. Тогда получается ровно. И вот человек смотрит, например, Раша, здесь он приводит очень четкую такую метафору. Он говорит, что чужая жена привлекательна. То есть, это ворованный, то, что называется, он так объяснил, ворованная вода. Маем гнувим. Ворованная вода сладкая, да? То есть, когда запретный плод сладок. Знаете, есть такая поговорка? Запретный плод сладок, это как раз об этом. Да он не сладок, этот запретный плод. Вот это ецерара, вот это вот злое начало, которое работает через воображение, она все запрещенное делает воображение, делает приятным. А потом пелена спадает, и человек понимает, в какую яму он упал. Но когда он думает, вот там, например, ну, как вот это все, ну, вся реклама двигается через сексуальные образы, да? И вот он смотрит там на эти все сексуальные образы, ему кажется, что это все красиво. Я помню, мне рассказывала одна женщина из ВОК, журнал ВОК, да? И она говорит, нам главное так картинку разместить в журнале, чтобы у вот этих, ну, там, покупательниц, чтобы у них слюни подекли. Вот у нее, чтобы началось слюноотделение, что она хочет эту вещь купить. Потом, значит, у нее должны эти слюни течь все время. И она себе представляет, как ей будет круто, когда она эту вещь купит. Потом она делает все, что угодно, готова на все пойти, там, на любые преступления, чтобы заработать эти деньги, чтобы эти, купить себе эту вещь. А говорит, потом у нее момент удовольствия, когда она идет с этими пакетами из магазина. И второй момент удовольствия, когда она эту вещь одела первый раз. А потом у нее это удовольствие слюни перестает течь, так она работает. И у нее начинают тут же течь слюни насчет чего-то другого. Это как раз вот эта вот сила воображения, злое начало, которое человека ведет в пустоту. Значит, и оно делает... Тора это мясо и вино, то есть это реальные вещи. А вот этот весь обман, весь этот мир иллюзий, да, это вода и хлеб. Такой заплесневелый малеха. Но, но, вот этот ецерара, злое начало, воображение, делает вот эту вот воду сладкой. Когда ты думаешь, вау, там, вот, я там, ну, как вот, когда грабители думают ограбить банк. Они думают, ну, круто, мы сейчас банк грабанем, значит. А если кто-то, ну, нас там встретит с оружием. Так, ничего, фигня, постреляем. Что, ты не видел фильм, там, бешеные псы, прирожденные убийцы, там, ты что, не видел, что ли? Мы сейчас всех заколбасим, все. А потом, ну, а потом, потом, значит, рубанем мы куда-нибудь на там, куда мы рубанем? На Мальдивы рубанем, там, возьмем все тела каких-то таких, будем, будет нам счастье. И вот они себе напридумывали, пошли, их там закрыли, поймали, все. И они сидят где-то в тюрьме, да. И все равно продолжают мечтать о счастье, которое где-то их ждет, где-то там. Вместо того, чтобы взять и вернуться к Богу. Ну, вернуться к Богу, и у тебя будет счастье здесь и сейчас. То есть, ты внутри, у тебя мир внутри, мир снаружи. Ты знаешь, я зло не делаю, Бог обо мне позаботится. И, ну, ну, а где здесь картинка? А тут нету картинки. То есть, здесь есть только ощущение внутри, ощущение истины, правды, любви, добраты и так далее. Значит, все. Теперь 18 отрывок, последний отрывок в 9 главе. И он не знал, он, да, что шейдес. Кто такие шейдес? Рефаим, шейдес. В общем, тени, тени, да. И не знал он мертвецы. Мертвецы. Значит, не знал он, что мертвецы там. То есть, когда он думал о том, что как ему будет хорошо, вот эта вот иллюзия, да. Не знал он, что мертвецы там, в этой иллюзии. И Бэамкэй Шиоль Круя. Что там глубина могилы его зовет, да. Глубина могилы его зовет. То есть, все вот эти вот иллюзорные иллюзии, да, за которыми гоняется человек всю его жизнь, вместо того, чтобы идти к торе, к заповедям, к вечной жизни. Все эти иллюзии, на самом деле, это край могилы. И потом он оказывается на краю могилы без ничего, да. И туда он приходит, умер он. А ему говорят, ну, чем ты занимался? А кто это вообще? А он, тебя нету, ты всю жизнь занимался пустотой, ты всю жизнь гнался за какими-то вещами, которые непонятны. Я расскажу историю. Значит, был один, был один еврей, такой богатый еврей, который хотел, но он был праведный, он всю жизнь, он работал честно, деньги зарабатывал, часть денег отдавал на добрые дела, учил Тору. То есть, он как бы очень, ну, работал, но это не было Тора. И вот, значит, а дети у него, они росли уже в богатстве, они уже росли без вот этих страданий, которые человека пробуждают к служению Богу. И они очень были погружены в материальный мир. И вот, значит, он близится к смерти, ему было очень важно, чтобы они поняли, что главное для человека это его духовная жизнь, его духовное состояние, служение Богу, Тора, заповедей. И он, значит, когда он умирал, он написал завещание в двух конвертах. И он первый конверт написал, и... Я тоже звоню, да, пишу. Да, так она мне звонит. Значит, еще раз, два конверта было. Один он сказал открыть после моей смерти сразу, второй через 30 дней. Значит, открывают они конверт, который сразу после его смерти. Он пишет, дорогие дети, там, вот, ну, завещание такое-то, как, деньги разделить, да. Причем он сказал, чтобы половину денег отдать на благотворительность, половину разделил между ними. Говорит, и второе, у меня есть очень важная просьба, похороните меня в носках. Они, значит, они были не сильно уже эти религиозные, идут к Ролину, говорят, отец просит похоронить его полностью по еврейскому обряду, но в носках. А в носках нельзя хоронить, то есть его заворачивают в талит и хоронят в талите, но в носках нельзя. Он не должен быть одет. Хотя сейчас вот я эту историю много раз слышал, много раз рассказывал, но у тебя сейчас, вспоминаю, еврейские похороны были, да. И вроде бы был человек в костюме похоронен, но в талите, сверху замотан. Надо уточнить тот момент. Но неважно, в этой истории он попросил похоронить его в носках. Значит, они пришли к Ролину, Ролин говорит, в носках нельзя. То есть или по еврейскому закону, или в носках. По еврейскому закону в носках нельзя. Если в носках, то это не по еврейскому закону. Значит, ну, так как он был всю жизнь религиозный, решили его похоронить по еврейскому закону без носков. То есть они мучались, что не выполнили его завещание, что он просил похоронить в носках, они не смогли выполнить его волю. Через 30 дней открывают второе письмо, он пишет, я, говорит, знаю, что вы меня похоронили без носков. И я знал, что вы меня похороните без носков, потому что я знаю, что по закону этого сделать нельзя. Да, и я хотел вам просто показать, что когда человек умирает, он с собой даже носки не может взять. То есть он ничего с собой не может взять, кроме добрых дел, заповедей, торы и, ну, то есть того, что он успел создать для своей души. Теперь можно сказать, как говорят грешники третьего уровня, что, что, а кто сказал, что это правда? А может быть не так надо? Может быть, может быть, у каждого свой выбор. То есть каждый человек живет в том мире, который он построил вначале у себя в голове. И если он даже у себя в голове не строит продолжение, то его у него нету. Ну, как бы, понятное дело, ничего нету. Если он выдумывает сам продолжение, значит, ну, может он, я не знаю, когда, что будет. Если человек сам себе выдумает, что вот я умру и я превращусь в звезду. Может он и превратится в звезду. Может быть, он думает, что он превратится. Или же все люди, то, как живут все люди, они берут какую-то чужую систему. Любой человек, даже который говорит, я атеист, я там стептик, я гностик, я там вообще. Кто бы он ни был, он все равно взял уже чью-то идею. То есть все люди живут в мире чужих идей. Теперь религиозный человек, он взял идею Бога. То есть Тора, это идея Бога. Значит, мы верим, что Бог передал Тору. И было тогда 600 тысяч мужчин. Это Синайское откровение. То есть это была массовая такая передача. Десять заповедей, голоса с неба. Я в это верю, потому что, ну, не могли это. Я знаю евреи, я сам еврей. Они не могли все договориться, что давайте скажем, что у нас было 600 тысяч. Мы, ну, не могло так быть. То есть они по-любому бы, это вылезло бы наружу. Это моя логика, да. Плюс я чувствую, что это так. И плюс я искал, искал, искал. То есть у нас есть вариант, который пришел от Мухаммеда, который был верующий, однозначно верующий в Бога человек, который верил в единого Бога, который боролся за Бога, который, ну, я считаю, что он уничтожил многое этого поклонства. И многих людей привел к вере в единого Бога. И он сказал, что надо служить Богу вот так. То есть есть вариант. Второй вариант есть, это то, что был иудаизм, был религиозный еврей, которого звали Иисус. Потом он сказал своим ученикам, что надо верить в Бога, но чуть-чуть по-другому. А потом его ученики, все, что он сказал, переначали в 30 разных вариантов. И там на сегодня есть, ну, там, я не знаю, не 30, а 330 конфессий христианских, которые все пошли от одного религиозного еврея. Иисус был религиозным евреем, справлял Песох, выполнял все заповеди. И они все чуть-чуть по-разному трактуют его слова. И есть то, что получил Машарабену Моисей на горе Синай. В присутствии 600 тысяч мужчин и 2-3 миллиона людей получили Тору Синайское Откровение. Были 10 заповедей, которые всеми признаются. И дальше Тора передавалось 3300. Мы сейчас находимся в 3330. Сколько в этом году там? 3330 лет, там, плюс-минус. То есть точно все известно из поколения в поколение. Моше Тибель Торами Синай. Моше получил Тору на Синай. И передал Еушо, Еушо Абенуна. Известно про Еушо Абенуна все. Сколько было детей, на ком жена. Еушо Абенуна передал с Кеним, старейшинам. Известно из поколения в поколение, все старейшины, кому передавалась Тора. Старейшины передали пророкам. Идут пророки, пророки, пророки. Невим передали людям Большого Собрания. Это начало второго храма, когда вернулись из Вавилонского изгнания, 2500 лет назад. Из поколения в поколение, с каждым именем, глава поколения, мудрецы, передавалась Тора. Передавалась, передавалась. Я верю в Тору. То есть я верю в Тору. Я верю в Бога. И я верю, что та система, по которой надо Богу служить, она отражена в Торе. Я знаю, что Бог любит всех людей. И главное, служить Богу, верить в Бога, молиться Богу, признавать Бога, единого Творца мира, хозяина мира. Я не знаю, я не могу сказать, что я знаю на 100%, как оно все работает, но я верю. Я верю и я вам желаю счастья, верить в Бога, служить Богу, любить Бога, выполнять заповеди и быть хорошими, добрыми людьми. Все. Удачи, успехов. Какие три вывода? Давайте. Какие три вывода? Первое, что грех привлекателен, но обманчив. Это мой первый вывод. Второй вывод, что... Что значит, какой у нас второй вывод? Ну все, грех привлекательный, но обманчив. Добро не привлекательно, но приятно. И третий вывод, что надо, значит, учить Тору, и учить Тору делать заповеди. Все, мои три вывода. Давайте, напишите ваши три вывода. Я каждый раз считаю ваши выводы и понимаю, насколько умные вещи, насколько умные люди слушают этот урок, и я у вас учусь. То есть, интересно, что я, когда ваши выводы читаю, я у вас учусь, потому что я многие вещи не замечаю, которые вы замечаете. Это очень такая интересная вещь. Есть тоже в перте вот, Мишна, в которой говорится, что я многому научился у своих учителей, еще большему я научился у своих товарищей, а еще большему я научился у своих учеников. Кто это сказал, Яша? Не помнишь? Есть такая Мишна, да. Есть такая Мишна. Все, значит, я читаю ваши три вывода, и, значит, тоже у вас учусь. Все, удачи, успехов, хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...